Всем привет, друзья! С вами Нильвгорный, мы продолжаем играть в замки и королевства. И, чёрт возьми, только обидно, что вам не нравится мой город. По-моему, он очень даже хорошенький. Ну, на мой взгляд, конечно же. Но мы продолжаем в любом случае. Надо развиваться, надо строиться. Я бы хотел развиться, ну, хотя бы вот застроить вот этот городок. Я так понимаю, что в этой игре всё-таки есть, ну, бесконечный, так скажем, вот это... Бесконечное вот это вот развитие, да, то есть куда бы мы... Развивались, развивались и развивались, но всё-таки... Так, смотрите, воу-воу-воу-воу, как лучники здесь насаживают. Посмотрите скорость стрельбы. Круто, на самом деле. Очень много советов, типа, перенеси производство еды и там подобные такие вот моменты. В принципе, я с вами соглашусь, потому что вот здесь у меня, допустим, сад. Его точно можно переносить, да, то есть, вот, допустим, вот сюда вот. Да и сюда можно вот этот сад перенести, а здесь построить, собственно... Говоря, домики, домики, которые у нас будут внутри. Так, золото, кстати. Ого, у меня сколько золота, нифига. Его довольно-таки прилично, кстати. И мне посоветовали строить армию, ребят. Армию. Так, давайте вот так вот. И вот, наверное, да? Вот, наверное, вот эта вот штуковина, скорее всего. Давайте её постро... О, нет, неправильно построил. Видите, тут уже неправильно я её начал строить. Её, по-моему, вот так вот нужно поставить. Вот, красавушно. То есть, фишка в чём? Что я строю армию, к ней... К ней добавляю героя как раз-таки. Вот в этом фишка. Что, как бы, я солдатам даю... Ой, я герою даю солдат. Вот так вот. Правильнее, да? И тогда начинаю... Дракона вы когда-нибудь... Вообще когда-нибудь вообще собьёте дракона, а? Ладно, давайте ускоряемся. Как бы то ни было. У меня тут что-то горит. Склад горит. Вот это, кстати, не очень хорошо на самом деле. Когда склад горит, это вообще не очень круто. Так, ну ладно. Как бы то ни было. Развитие полным ходом. Еды и денег у меня, в принципе, полно. О-о-о-о-о. Вот и викинги, ребят. Где викинги? Они, наверное, только-только появились, но... Я их хотела... О-о-о-о! Вот это с неожиданной стороны они на меня нападают. Серьёзно. Кстати, по поводу ворот. Кто-то написал, типа, можно ли их закрыть. Ну вот, похоже, нельзя. И здесь у нас опять один здоровый вот этот гигант. Я не знаю. Громила какой-то, да? Ну, понятно, они здесь сожгут, похоже, мне всё, что можно. Ну, что с этим поделаешь? На то она... И жизни здесь строителей вообще нету. Но давайте потихонечку развиваться дальше, потому что... Чё стоять? Так, вот здесь у нас строится. Отлично. Здесь потом мы ещё один домик поставим. И вот здесь вот плодородная земля. Вот, блин... Проблема в этом плане, да? То есть... В плане плодородства. Земля плодородная скоро в большом количестве понадобится. Здесь, конечно же, у меня погорит, наверное, большее количество всего. Ну, то есть... Склад у нас уже сгорел здесь. Видите, склады горят. Тут изо всех сил шмаляют, но, похоже... Тут вот лучники стреляют. Блин, как же вышка! И вторая тоже, наверное, не выдержит. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, как... Как получается, так получается. Давайте здесь сразу же восстанавливать то, что мы потеряли. Чёрт, а здесь что было? Не помню. Беда. Это беда, ребят. Серьёзно. Вот тупо не помню, что здесь. Здесь-то я помню, что было. А вот тут вот... Не помню. Чёрт. Может быть, какая-то кнопочка удаления-то есть? Потому что что-то довольно-таки проблематично вот так вот будет удалять по кусочкам. А в дальнейшем, я так понимаю, больше ещё строений будет, которые так будут ломаться. Блин, что здесь было? Вот фиг его знает. Ладно, мы, в принципе, в принципе, одну вышку, ну, как бы спасли, да? То есть одна вышка уцелела, но... Опять же, мы немножечко всё-таки проиграли, потому что людей-то у нас утащили. Ну, ладно, это как бы... Это только начало, потому что в скором времени я буду полностью готов. Полностью готов к бою. С едой проблемы. Давайте ускоряем. Ничего не поделаешь. Еду сейчас, наверное, восстановят. Так, здесь у нас опять же... Опять же, вот давайте ещё вот это вот снесём. И здесь построим нормальный домик вот такой вот. Оп. Так, здесь ещё... Давайте обычный домик поставим. Стоп, здесь не обычный домик был. Здесь было что-то другое. По-моему, здесь была... Ребят, здесь была... Здесь было вот это вот здание. Это у нас что вообще? Это библиотека. Так, это была библиотека. Окей. Здесь вышечка побольше уже. Здесь тоже уже, так видите, по-суровей вышечки стали. Так, давайте мы сразу, наверное, сделаем... Вот так вот и... Вот так вот и ещё... Вот так вот. Окей. Вот здесь вот нужно расширяться тоже. Тем самым мы... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два... Камень кончился. Ну ладно. Ускоряемся, короче. Здесь воды рядышком дофигища. Здесь вообще не должно ничего гореть. Вот честное слово. Я не понял. Ну ладно. Окей. Сгорел ты? Сгорел всё-таки. Издеваются. Вот честное слово. Издеваются. Так, здесь, кстати, домик достроили. Вот здесь домик достроили. И вполне можно ещё один домик строить. Прям вот рядышком, да? Понимаете? На что я намекаю? Так, по поводу дерева, дерева, дерева. У меня, в принципе, оно добывается. Вот здесь что-то было. Ну, наверное, была еда. С едой у нас вообще сейчас, на самом деле, какая-то проблема, я бы сказал. Вот только сейчас пошла еда в плюс. Вот только сейчас еда начала переносить какие-то плоды. Здесь же давайте, наверное, фут и сразу склад вот такой вот сделаем. Блин. Вот, давайте вот здесь вот склад сделаем. Как раз неплодородная земля. Отлично. Счастье, вообще что-то прям вообще в минус идёт. Говорят, церкви нужно строить ещё. Давайте попробуем ещё одну церковь построить. Почему бы нет? Мне бы вот это снести. По-хорошему. Но для этого нужно вот эту штуку. А для этого нужны инструменты. А инструменты очень медленно готовятся. Так, здесь тренировка пошла. Тренировка солдат, кстати. Как раз таки вот это вот, вот этот ресурс отвечает за производство солдат. Ну и, конечно же, золото. Блин, с едой, посмотрите, она прям скачет в плюс-минус, плюс-минус. То есть такими рывками. Жалко, здесь плодородную землю нельзя делать или что-то типа такого. То есть, в принципе, это же орошать землю, как бы там, и делать её плодородно. Переносить не грунт, а переносить вот это вот торф, что ли, да, зелёную. Ой, не зелёная, а чёрная вот этот. Чёрная такую землю-то плодородную. Блин, с едой какая-то беда. То есть, я вроде бы... О, нет, я не то. Зачем я ещё один дом построил, если у меня и так сейчас вроде бы с едой проблемы. Небольшие, я бы сказал. Небольшие проблемы с едой. Так, вот здесь вот можно ещё... Давайте мы ещё поставим вот так вот. А не получается. Знаете почему? Потому что нету дороги. Так, значит, мы вот так и вот так вот давайте сделаем. Еда вроде бы идёт в плюс, а вроде бы и нет. И вот здесь непонятно. Я немножко не понимаю. У меня свободные люди есть, да, то есть всё отлично. Опять же, тренировка солдат, опять же. А где они у меня? Это только один... Deploy in hero. А, вот. А, то есть я вот... То есть мне... Вот так вот по одному солдатику нужно нажимать. Вы чё, серьёзно? Это же долго. То есть мне, чтобы создать какую-то более-менее внушительную армию, мне придётся просто очень долго, много-много раз нажимать, 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 нажимать и нажимать. Это странно, честно говоря. Так, здесь еду таскают. Ну, ладно, еда хотя бы 23, а она сейчас не падает, да, её вот таскают зачем-то. Здесь ноль. Странно, что здесь ноль еды. Ну ладно, ничего, сейчас мы, ребятки, что-нибудь с едой придумаем. В принципе, можно ещё сады увеличить. Сейчас как раз-таки вот-вот-вот-вот-вот-вот уже... Ох, господи, с едой, конечно, будут прям вот реальные проблемки. Так, опять же, тренировка солдат. Тренировка солдат. Тут у нас проблемы с едой. Хотя еда это есть. В домах есть еда, посмотрите. То есть 5 из 15, то есть есть, в принципе. Но здесь минус 36, вот это что такое? То есть еду, видите, приносит, она просто очень быстро тратится. Так. Сразу ещё плюс. Ну вот проблема с едой, и поэтому у нас в минус уходит. Ну ладно, счастье как бы. Так. Вот здесь давайте у нас... Люди есть же? Есть. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой. Это я не то. Запутался немножко. Вот так вот, ребятки. Вот так вот. И ещё еды. Так, здесь опять же солдат. Все солдаты и дети героя. Герой у нас будет драться скоро. Так, здесь у нас вышка. Вот, я так понимаю, надстроить, видите, нельзя. А снести можно только, получается, башню всю, да. И вот это вот небольшой косячок, на мой взгляд. Так неправильно. Раз, так, вот. И вот так вот. И потом сейчас вышки. Ну, не потом, а прямо сейчас, наверное, и сделаем сюда вышечки. И вот эта часть будет укомплектована, по крайней мере. Сказали мне в два, в три ряда делать вышки, чтобы забор, чтобы он справлялся, да, то есть. Единственное, что странно, что ворота на самом деле не закрываются-то. Вот это вот очень странновато и непонятно, почему именно так они, как бы, не хотят закрываться нормально. Вау. Плюс восемь рядом с водой. Офигеть. Офигеть. Вау. А не знал, что есть такой, такой бонус. Хм. Интересно, интересно. Интересно, может быть, как-то можно здесь... Блин, вокруг водоема, то есть это еще круче, типа, да, делать улицы. Шикарненько, на самом деле, шикарненько можно здесь... А как здесь? Здесь стена должна быть. А, ну мы же стену можем вот здесь вот подвести, вот так вот, собственно, смотрите. Вот. Вот так вот и закрыта стена. То есть здесь мы можем обвести, допустим, вокруг и... Хотя они могут сюда приплывать. Могут? Могут, наверное, да, высадиться здесь враги. Блин, по-моему, кто-то даже писал, что он ограждал полностью всю землю и враги перестали приплывать, когда он делал один маленький проходик. Они приплывали туда, он потом делал туннели и стен. Ну, то есть как-то так все химичил, довольно-таки интересно. И получалось довольно-таки эффективно, как я понял. Вот сейчас вроде бы у меня должно появиться еще возможность вот это вот создавать. Но для этого еще нужен еще один кузнец. Мне так кажется. Потому что очень расходуются вот эти вот... Был Blacksmith, вот этот предмет. Притом, если я делаю, допустим, хочу вот так вот... О, не так, а вот так вот. То, как видите, везде-везде становится так. Хотя, пускай... Хотя, реально, пускай вот в данный момент они создают только вот этот инструмент. Потому что для армии-то у меня, в принципе, есть, да, инструменты. Так что нормально. Так, окей, окей. Что у нас с вышками? Строимся здесь. Здесь вот я не знаю, зачем я так построился, но, в принципе, почему бы и нет. Поле горит. Его... Вот это поле нужно перенести, наверное. А точнее, его вообще убрать отсюда. Вот так вот сделать. И... Хотя вот поле есть. Можно заменить, допустим... Здесь пока временно построить. Или... Или... Или даже здесь. Дракон. Вот интересно, сейчас у меня драконы этого собьют? В коем-то веке? Или нет? Или все-таки он будет так же летать и... По барабану ему будет на все. Так. Вот это бы я переместил куда-то в другое место. Вон, видите, по нему шамаляет. Так, довольно-таки активно попадает. Но... Непонятно. Ладно. Непонятно, убьют ли они в итоге вот. Так, вот этот вот. Давайте срубим. Вот этот тоже срубим. Так, здесь мы... Давайте уберем вот этот камень. Нет. Стоп. А почему этот камень нельзя? Ммм... Вот это можно, а вот это нельзя. Ну вот, давайте, ладно, здесь окей. Камни больше добывать будем. Да-да-да, сейчас бы... Сад сжечь. Вот гад, а. Летает тут, выпендривается. Вот здесь вот вышек нет. Если сюда высадится, конечно, это будет... Кобзец. Но сюда еще ни разу не высаживать. Да хотя и вот сюда первый раз высадились, да? За все время. Вот-вот-вот. По нему сейчас прям вот... Очень хорошо работает. Ну просто идеальнейшим образом работает по... Дракону. Ну опять же... Почему он не умирает? Господи, сколько? Или вот он, типа вот... Вот сейчас это он умирает вот таким вот образом? Типа он... Ха-ха. Ну не знаю, в общем, ладно. Окей. Так, а, кстати, у него же тоже есть огранич... А я не знал. Я сейчас только первый раз увидел, что у него есть такое ограничение, поэтому давайте-ка мы вот это вот... Сносим. Сносим. Он, оказывается, счастье-то распространяет не на весь город-то. Так. Так. Давайте... Там, там. Так, так. Так, мы сейчас вот здесь вот поле построим. Это раз. А здесь мы построим... Вот это вот здание. Да, здесь плодородная земля. Конечно, это плохо. Неправильно так строить. Но ничего не поделаешь. Вынужденные меры. Потому что эффективность таким образом поднимается. Так, это сделают. И мне здесь еду нужно сделать. Так, давайте ускоряем. Так, дальше. Опять же армия. Армия, армия. Тренируем, тренируем. Я хочу собрать здесь пару отрядов, которые будут хотя бы изредка, но перехватывать врагов. Так, здесь с камнем давайте что-нибудь придумаем. Оп, отлично. Так, а вот с этой стороны я могу с камнем что-то придумать? Почему? Только два куаря. Типа, только два можно пока что строить. Или пока что, или вообще только два можно будет строить? Вот непонятно, честно говоря. И это подозрительно, на самом деле. Так, дальше. Вот сюда давайте еще поднимем так и поставим одну вышечку. Какую-нибудь такую вот. Так, окей. Здесь бы еще ворота расширить. Но, так как у нас замок идет, то мы давайте вот... Это... Попытаемся хотя бы чуть-чуть стену сделать, да? Жалко стену как бы... Хорош. А че молнии-то? Может быть, поспокойнее с молниями? Жалко нету башни Мерлину, да? Ну вот почему-то такая вот мысль у меня сейчас пришла. Это было бы прикольно. Так, посмотрите сколько чаркоила здесь. Прям огромное количество. Так, здесь у нас индустриальный. Так, вот давайте большой склад поставим. Почему бы нет? Почему бы нет? С едой у нас здесь нормально. Нормально. Вообще еда очень неплохо на самом деле, но слабовато. С одной стороны хорошо, но с другой стороны слабовато. Поэтому давайте мы вот так вот еще. Вот так, вот так вот. Здесь мы фут, еда. Оп, оп, оп. Так. Так, и еще еды увеличим. Опять дождь. Да что ж? Сколько можно, а? Так. У нас очень много на самом деле... Оп, 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 оп. Но вы поняли, да? А вот теперь у меня есть небольшой вопрос. А смысл мне делать стены, да, если они проходят в ворота? Если ворота не закрываются в этом городе? И... Типа, смысл мне делать тогда стены? Ну, вот честно, я не понимаю. Если ворота... Я ворота не могу закрыть, вот видите. То есть в них нету какого-то нажатия на ворот. Вообще тогда смысл эти ворота строить? В них не может пройти гигант или что? Варвары-то в любом случае пробегают через... Непонятно, в общем. Честно. Честно, непонятно. При этом при всем... Стены, я как понял, здесь строить нельзя. Ну, то есть просто стены. А именно везде строятся вышки. То есть... И чем больше я таких построю и на каждую воткну по какой-нибудь луч никуда или еще что-то типа такого, то будет профит. Я так понимаю. Вот даже вот здесь вот я, в принципе, могу закрыть, да? То есть потому что... А, нет, наверное, нет. Неправильно. Хотя они сейчас бегают вон через ворота... Через стены спокойно бегают и... Че-то им ничего не мешает, честно говоря. Так. По поводу вот этого разрушения. Давайте тут вообще все на самом деле просто... Я бы вот прям все поломал. Все, что можно. Почему вот... Странно. Вот это можно здесь... Ну, ладно, давайте я это сломаю. Здесь сад можно. Ой, инфи... Че-то сейчас было, да, по-моему, такое неудачное. Так. Смотрите. Плюс 30. 112 в общей сложности счастья должно быть. Это неплохо на самом деле. Так. Комплит разрушений. Отлично. Теперь сюда мы можем еще один камень поставить, ребят. Да. Отлично. Отлично. 113 год. Это тоже очень неплохо. Здесь везде строится. Людей именно на стройку не хватает. Вот стена, видите, получилась. Прикольненько. Прикольненько, прикольненько. А, ну я в любом случае могу на нее поставить. Понятно. Понятно. Круто, честно. Честно говоря. Так и круто, и смешно одновременно. Ну, типа того. Окей. Что произошло? Почему? Что с вами не так? Вы почему горите? И у вас... У вас... У вас рядышком находится вода. Ладно. Все. Просто молчу и все. Так. Стоп. А здесь что было? А, здесь был склад как раз таки. Да. Да, был склад. Я его только, по-моему, построил. Большое складище. Отлично. С едой. Нет, он не с едой был, но все равно. Так, здесь вот нельзя. Видите? Болезнь. Болезнь пришла. Но, я думаю, сейчас она отступит. Наши лекари работают изо всех сил. Так. Вот эту штуку, наверное, еще нужно поставить. А что она вообще производит у меня? Ну, типа... Типа... Типа все отлично. Я... Ладно. Я немножко не понимаю. У меня вроде все ресурсы идут в плюс. С едой только вот какие-то проблемы непонятные. Мне это не нравится. И я не понимаю, почему вообще с едой проблемы. Так, давайте... Знаете, что еще сделаем сейчас? Раз такие дела, раз так с едой они поступают, мы сделаем сейчас более кардинальные вещи с едой. Понимаете, еды... Вот честно, лучше пускай она на складах лежит. На складах. Чем вот так вот ничего не происходит. Хотя мы поля, кстати, можем же засеять и просто так. Кстати, точно. Мы же поля можем вот так вот просто даже засеять. Если я не ошибаюсь. И они будут функционировать, потому что сам на... Почему он по одному полю-то сажает? Смотрите. А, ну вот. Мне просто передвигать не нужно. Вот здесь почему-то не сажает. Ну ладно. Все отлично. Засадим здесь все полями. 198 еды. В принципе, неплохо. Она еще и в плюс уже пошла. Тоже неплохо. Так, жалко, мы не можем посмотреть общее число. Так, опять дракон летит. Но здесь прямо его сейчас встретят хорошенечко. Хватит может уже летать, а? Гад. Вообще гад. Так, стеночки бы пустить по... По неплодородным землям, да? Но так как... Не всегда это получается, то мы, наверное, все-таки... Зафигачим так, как у нас просто получится. Эм... Что не так-то? Так, окей. Вышка. Вышка. Окей. 117 год. И все идет пока что хорошо, ребятки. Ну, по крайней мере, я не скажу, что я жалуюсь. Вроде бы все так отлично. Давайте вот здесь вот поставим последние вышечки. И, честно, на самом деле, я бы хотел еще раз варваров встретить. Но, похоже, уже в следующей серии... Здесь мы подготавливаемся прям... Такую серьезную армию. Ну, в следующей серии мы уже будем готовы более масштабно, так сказать, встретить наших врагов. Хотя они приплывут сюда. И здесь у меня ни одной вышки нет. И вообще ничего нет. И это будет странно. Хотя, на самом деле, здесь, знаете, как надо сделать? Вот окружить вот этот замок одним... Ну, как бы одной стеной, да? То есть, по-хорошему, вот здесь вот где-то нужно... Вот тут вот, наверное, да? Вот так вот. Оп. Оп. И вот здесь вот как раз-таки еще на... Вот так вот построить вышки прям под полную. Вот так вот. Вот так вот. Да, вот такие вот вышищи просто. И здесь еще даже в ворота воткнуть. А потом еще здесь вышки... Ну, вы понимаете, в общем. Наверное, так я и поступлю. Кстати, наверное, я так и поступлю. Снесу здесь дома. Здесь поставлю двойной дом. То есть, ну, вот что-то типа такого. Так, по крайней мере, будет правильно. На этом я буду заканчивать. Игрушка, еще раз повторюсь, ребят, очень клевая. Она мне, по крайней мере, нравится. Если вы захотите в нее поиграть, скачать вы ее сможете у нас в группе ВКонтакте. Ссылочка в описании. Пройдете в группу, там сразу практически поймете, как скачать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я вас не разочаровал этим видео. Удачи и пока.